ВОЕННАЯ ВРАЧЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ К сожалению, в настоящий момент ваш показатель предназначения не позволяет вам проходить военную службу в воздушно-десантных войсках, войсках специального назначения, морской пехоты и иных войсках, где предусмотрены большие физические нагрузки. Это будет возможно только после изменения показателя предназначения к воинской службе, роду войск, воинской части. Я недавно прошел срочную военную службу, служил в сухопутных войсках. Категория годности у меня – Б4. После чего я захотел устроиться в систему МВД, хотел служить оперативным работником, но не прошел комиссию. Мне сказали, что я не годен для данной должности. Правомерны ли их действия, ведь я прошел срочную службу? Ведь на срочную службу я был годен? В данном случае действия ВВК МВД правомерны, так как для прохождения военной службы в системе МВД на оперативных должностях необходима группа предназначения 1. Учитывая то, что вы ранее проходили военную службу и имели группу предназначения 4, состояние вашего здоровья действительно не позволяет вам занимать вами указанную должность. Требования к состоянию здоровья сотрудников МВД регламентированы приказом МВД Российской Федерации от 14 июля 2010 года за номером 523. Я отслужил срочную службу, хотел устроиться на службу по контракту. При сдаче нормативов по физподготовке я смог подтянуться всего 7 раз. 60 метров пробежал за 12 секунд, а 1 километр за 6,6 минут. Мне сказали, что я не могу служить по контракту. Могу ли я обжаловать данное решение? Я очень хочу служить по контракту. Данные требования регламентированы приказом Министерства обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 года за номером 200. Так, граждане, поступающие на военную службу по контракту, вправе выбирать по одному упражнению на каждое физическое качество – сила, быстрота, выносливость. Минимальные требования для мужчин младше 30 лет по выбранным вам упражнениям – подтягивание на перекладине не менее 10 раз, бег на 1 километр за 4 минуты 20 секунд, бег на 60 метров 9,8 секунды. Учитывая вашу физическую подготовку, обжаловать указанное вами решение бессмысленно. Советуем вам подтянуть вашу физическую форму и пересдать нормативы. Я прохожу срочную службу в рядах Вооруженных сил. Мне все нравится. Хочу служить по контракту. Могу ли я заключить контракт уже на срочной службе? Либо мне надо отслужить полный срок срочной службы, и только потом я имею право на заключение контракта. В соответствии с пунктом 1 ст. 34 Федерального закона о воинской обязанности военной службе, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие высшее образование до призыва, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев, имеют право на заключение контракта. Если вы соответствуете требованиям, указанным в статье, рекомендуем вам обратиться к вашему непосредственному командованию. Мне на руки выдали повестку на отправку в армию. Служить я не хочу. Могу ли я просто не прийти по повестке, а потом сказать, что забыл, когда призыв уже закончится? В случае вашей неявки, безуважительной причины на пункт сбора для отправки вас к месту несения службы, в отношении вас может быть возбуждено уголовное дело по ст. 328 Уголовного кодекса РФ. В таком случае вы точно не пойдете в армию. Практика по таким категориям дел в Амурской области уже наработана. В отношении вас судом может быть вынесен приговор. Максимальный срок наказания по данной статье – 2 года лишения свободы. Уважаемые телезрители, мы рады оказать вам все виды юридических услуг для призывников, военнослужащих, работников силовых структур, а также оказать юридическую помощь по вопросам медицинских споров. Всего вам доброго! Военно-врачебная коллегия – это юридическая компания, которая оказывает помощь призывникам, военнослужащим, сотрудникам силовых структур. 546-002 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok